Я хотела бы представить Екатерину Гинкину, международного эксперта по управлению изменениями, автора отчетов ООН. Помимо этого Екатерина также одна из женщин, которой можно восхищаться, мне и не только мне, так как она является одним из руководителей компании 15-20. Это крупнейший инфраструктурно-строительный холдинг, который тоже работает в большом количестве стран. Екатерина расскажет, как эффективно внедрять инновации именно через человекоцентричный подход. Спасибо. Спасибо большое, Женара. Замечательное представление. Теперь главное не оплошать. Спасибо большое, что пригласили. Мне кажется, Пластфорум демонстрирует как раз то, что позволяет двигать экономику вперед. Это в первую очередь взаимодействие государства, бизнеса и населения. Поэтому очень здорово видеть большое количество людей. Понимаю, что второй день, и, видимо, уже сложно было к девяти. Но тем не менее многие из вас здесь. Я хотела бы коротко представиться, в дополнение, наверное, к тому, что сказала Женара. Я долгое время работала в консалтинге, возглавляла консалтинг по управлению изменениями в СНГ, в компании Deloitte. Соответственно, мы с Женарой коллеги. И достаточно много выполнила трансформаций в разных секторах экономики, в том числе среди финансовых институтов. И совершенно точно было понятно, что вот то, что коллеги сейчас предлагали, два предыдущих доклада, это и услуги, и это новые решения, которые, на самом деле, успех внедрения которых зависит от людей. От того, насколько заказчики понимают ценность этих решений, насколько те, кто будет их внедрять в компаниях, понимают, как это внедрять, те, кто будет пользоваться, понимают, как пользоваться. Исходя из этого, формируется серьезная карта стейкхолдеров. Так вот, управление изменениями, он, по сути, свой подход, который отображает работу с людьми в период трансформации. Притом, неважно, что вы делаете, внутреннюю корпоративную трансформацию, или вы вводите продукт вовне, или вообще занимаетесь личными преобразованиями в собственной жизни. Если мы будем говорить с вами про сегодняшний мой доклад, то я бы хотела осветить непосредственно подход по управлению изменениями с трех разных сторон. В первую очередь, зачем вообще управлять изменениями? Второе, как управлять изменениями? Какова наша роль с вами в управлении изменениями? Потому что я предполагаю, что среди вас как раз есть и заказчики, и те, кто внедряет инновации, и те, кто развивает отрасль, и те, кто на самом деле пользуется, потому что все мы так или иначе пользуемся услугами банковского сектора. Так вот, на этом слайде, на самом деле, вот эти три круга показывают в первую очередь то, что даже если идет внедрение технологий, или идет изменение процессов, это всегда влияет на людей. Любое изменение, которое приходит к людям, оно на самом деле протекает через кривую восприятия изменений. И здесь вы видите стандартную реакцию человека, когда что-то в его жизни происходит. Сначала есть завышенные ожидания, потом человек сталкивается с действительностью, он видит, что недостаточно информации, что ожидал он вообще совершенно другое, что у него не хватает знаний, понимания, кто это делает и, главное, зачем. И в конце вот вы видите такая впадина внизу, это впечатление, которое есть у человека. В этот момент, на самом деле, он либо входит в долину отчаяния, в разных методологиях это звучит именно так, в некоторых депрессия. И у него, если это корпоративные изменения, есть несколько путей. В первую очередь он может покинуть компанию, потому что он не согласен с тем, что происходит в организации. Или он может смириться, но тем самым не показывать высокую производительность. Конечно, нас, как работодателей, это мало устраивает. Поэтому есть вот эта пунктирная линия синего цвета, которая показывает, что в период любых изменений, любых инноваций, которые вы внедряете, важно управлять ожиданиями людей. И, на самом деле, если мы будем говорить про эффективное управление изменениями, я сейчас покажу статистику, то мы можем достичь не только того, что люди хотят изменений, а то, что они действительно вам помогают в их реализации. Смотря на статистику, здесь мне понравился тезис, что с финансистами надо говорить цифрами, и я не пожалела, что у меня много цифр в презентации. Ну, наверное, многие из вас слышали, что порядка 70% трансформации не увенчиваются успехом, если не думают о людях. В первую очередь, потому, что есть сопротивление, потому, что есть невыровненное понимание ожиданий, и, самое главное, приоритеты в компании меняются. Даже часто серьезные инвест-программы, которые проходят, они не всегда доводятся до конца, просто потому, что конъюнктура изменилась, и нужно бежать в другую сторону. Люди в этот момент теряют доверие. Доверие к организации, доверие к менеджменту, и, как результат, следующий, второй, третий проект уже не поддерживают так, как могли бы поддерживать первый. Вы здесь видите достаточно интересную статистику, например, с точки зрения сделок слияния и поглощения. Так вот, если не заниматься управлением изменениями, не работать с людьми в период перемен, то порядка 83% сделок не достигают тех плановых выгод, которые были в рамках слияния. Если мы будем с вами говорить про причины, то в том числе, потому что порядка 75% изменений не учитывают то, что нужно влиять на культуру. А что для нас культура? Мы все находимся в обществе, в котором, в принципе, в приказном характере понятно, куда идти и четкие данные инструкции. Но рынок открыт. Совершенно точно люди стремятся к хорошей жизни, исходя из этого, если не понимают ценности изменений и с ними не работают для того, чтобы они хотели меняться вместе с организацией, они покидают эту организацию. Так вот, тоже очень интересная статистика на этом слайде с точки зрения того, если вы работаете с людьми, какой эффект это может принести? Так называемый ROI в данном случае. И действительно ROI при внедрении управления изменениями достигает 43%, 143%. Если же без управления изменениями любая трансформация показывает порядка 38%. Это существенная разница. Исходя из этого, мы понимаем, что успех этих изменений, как правило, зависит от людей, которые лидируют трансформацию. Поэтому вы здесь тоже видите прекрасные цифры. 92% подтверждают, опрошенных, это статистика, сейчас даже посмотрю у себя в подсказках, это статистика IBM, 92% подтверждают, что без спонсорства и лидерства со стороны руководства и поддержки изменений очень сложно реализовать любую трансформацию. Так давайте посмотрим, что же делаем мы для того, чтобы быть эффективными спонсорами и эффективными лидерами. А это на самом деле вопрос к себе, к каждому, потому что в рамках нашей жизни мы выполняем совершенно разные трансформации, опять же, не всегда касающиеся даже индустрии. И здесь первое, с чего хотелось бы начать, зеленая точка, это с подготовки лидеров. Что мне нужно, чтобы эффективно идти вперед? Что мне нужно, чтобы эффективно внедрять те технологии, о которых сейчас коллеги говорили? В первую очередь понимать, понимать, что за этим кроется, понимать преимущества и повышать свою информированность. Вовлекаться в работу с командами, потому что очень важно тоже понимать, что один в поле не воин, и важно формировать команду единомышленников. Поэтому даже при внедрении инноваций внутри организации, чем больше вы вовлекаете и на раннем этапе информируете, тем больше эффект вы достигнете в конце, потому что пользователи изменений, если это дурикорпоративная трансформация, понимают, зачем вы внедряете сильные инновации. Безусловно, речь идет в том числе об обучении, потому что передача знаний, knowledge transfer в нашем быстро развивающемся мире это то, что нужно обеспечивать совершенно нативно. И мы с вами знаем, тем более банковская отрасль, если говорить про управление изменений, первая, которая включает в себя управление изменениями как компетенцию. Это мировая статистика. Тем самым я уверена, что вы тоже в курсе про эти подходы, но тем не менее важно тоже понимать, что когда мы говорим про нативное обучение, мы в том числе понимаем, что не все технологии так просты, и через два клика мы все понимаем, что нужно сделать. Часто обучение и непрерывное обучение, как даже наша конференция, мы же с вами сейчас смотрим на этот подход, слышали, опять же, и услышим еще достаточно много докладов, тем самым тоже будем развивать свои знания. Поэтому knowledge transfer очень важный момент. Ну и в том числе, конечно, хочется сказать, что плавный переход из текущего в целевое состояние, это в том числе постоянные замеры. Это оценка готовности к изменениям, это все, что касается анализа влияния изменений на бизнес, какие дополнительные организационные преобразования нужно выполнить, чтобы все прошло плавно. Мне очень понравилось, мы с Женарой, когда обменивались в начале сессии, как мы будем начинать, Женарой сказал о том, что надо начать плавно. Вот это как раз плавный переход в целевое состояние, это тот самый успех, потому что люди, желая и вместе с тобой, переходят в тот целевой состояние, который компания, понимая и рассчитывая свои бизнес-выгоды, запланирована изначально. Я хочу приказать несколько примеров, потому что у меня все-таки, у меня нет своего стенда здесь, как вы поняли, я здесь представляю больше экспертизу, да, именно в части человекоцентричного подхода. И я хочу показать несколько инструментов, которые, на мой взгляд, важны для того, чтобы начинать любые преобразования. В первую очередь, конечно, когда вы определяете видение, куда идти и зачем вы, собственно, реализуете эту трансформацию, важно понять, а на кого она повлияет. Здесь предложена достаточно стандартная матрица влияния изменений на бизнес и влияние заинтересованных сторон на успех реализации проекта. Взаимное влияние. Когда мы говорим о том, кто действительно нужен нам для успеха преобразований, если мы заранее об этом не подумали, притом качественно, потому что, кажется, мы же все опытные люди, мы все в голове держим. Так вот, когда мы садимся и на бумаге действительно начинаем распределять, каким образом, когда, какую группу заинтересованных лиц нужно вовлекать, оказывается, не все так просто. Кто-то нам нужен, чтобы решать открытые вопросы, кого-то нам нужно вовлекать, чтобы он действительно стал лидером перемен, change-агентом. Ну и если мы говорим про пользователей, как правило, их нужно вовлекать до той степени, чтобы они понимали смысл изменений и знали, когда, какие новые функции придут к ним, чтобы они знали, как их выполнять, соответственно, свою новую роль. Если мы будем говорить с вами про, тоже один из эффективных инструментов, который, на мой взгляд, важен после того, как мы проанализировали, на кого повлияет наша трансформация и кто нам нужен для ее успеха, важно понимать, как мы будем с ними работать. Так вот, вот такие планы, планы генерального директора по управлению изменениями и реализуются во всех компаниях, где я занимаюсь, например, трансформацией. Что это такое? Это когда вы в график председателя управления банка включаете, собственно, ряд мероприятий, которые должны рассказывать о том, какие инновации вы внедряете и почему это важно. И в том числе включать те тезисы, которые нужно сказать, чтобы люди поняли смысл этих изменений. Здесь разные совершенно мероприятия предложены. Вы увидите единовременную встречу с сотрудниками, вы увидите различные завтраки модные, западные практики, когда различные завтраки с руководством проходят, как некая мотивация. Но, тем не менее, речь идет о том, что мы управляем инфополем и в том числе через первое лицо. Почему это важно делать через первое лицо? Потому что, конечно, если мы вернемся с вами в статистику, то 92% трансформации не увенчиваются, не то, что не увенчиваются, а считаются успешными тогда, когда руководители действительно поддержали изменения. Так вот, когда управлять изменениями, на самом деле, когда работать с людьми, да, с людьми нужно работать всегда, когда вы занимаетесь любыми трансформационными процессами, которые влияют на людей. Если влияет больше, чем на одного человека, значит, нужно заниматься управлением изменениями. Это отдельные команды, которые работают, это отдельная экспертиза, которую можно развивать внутри организации, это отдельный стандарт. Ну, если я не привела этот слайд, но если вы будете смотреть по оценке зрелости, управления изменениями в организации в мире, на Западе этим никого не удивить, в том числе компетенции по управлению изменениями появляются и в правлении. Тому я пример как раз в группе компаний 15-20 проект «Строй». Речь идет, на самом деле, о том, что мы должны заботиться о людях, что бы мы ни делали, развивая бизнес, развивая корпоративную среду. Здесь вопросы очень важны. Идут ли люди с нами? Чем это отличается от управления проектами? Как правило, это же одна из частей управления проектами, если вы будете смотреть свой PMBOK, вполне себе классика. Так вот, обычно не хватает фокуса. Обычно не хватает фокуса у руководителей проектов качественно заниматься работой с заинтересованными лицами. И при том стейкхолдеров, которые являются подписантами, конечно же, руководитель проекта обойдет, а пользователей или бизнес-экспертов, которые нужны для качественной разработки того или иного решения проектного, здесь уже вопрос, хватит ли у него времени и сил, и будет ли его команда качественно это поддерживать. Поэтому это отдельные люди, которые, в принципе, помогают руководить проекты и являются его партнером. Здесь очень интересная статистика, я тоже хочу ее обозначить. Здесь компания ProSai, которая специализируется как раз на исследованиях в области работы с людьми в период трансформации. Так вот, одна из последних статистик о том, что в пять раз лучше идет исполнение сроков трансформации, если есть управление изменений. В пять раз лучше исполняются сроки. И в два раза четче исполняется бюджет. Таким образом, если мы внедряем тельные изменения внутри организации, совершенно выгодно, и мы управляем рисками, если мы работаем с людьми. Хотела бы перейти к финальной части, связанной с тем, что мы как руководители должны, конечно, заботиться о своей ролевой модели и действительно думать о том, насколько мы демонстрируем поддержку изменений, потому что нас тоже на самом деле одолевают сомнения. Мы такие же люди. И здесь, конечно, хочется сказать, что сложнее всего линейному менеджменту, потому что среди них как раз наверх, сверху к ним приходят задачи от высшего руководства, а снизу они работают с сопротивлением сотрудников. Так вот, наша задача как топ-менеджмента качественно работать с линейным менеджментом для того, чтобы подготавливать их, работать с аудиторией, и более того, разгружать их и оснащать ресурсами, чтобы они могли качественно выполнять свою роль лидеров изменений. И по сути своей, эта команда по управлению изменениями не обязательно должна быть дополнительно высажена в рамках трансформации, которую вы выполняете. Это в том числе может быть совершенно внутренняя компетенция среди линейных руководителей и их визави, и их подчиненных, которые действительно будут помогать, внедрять те инновации, понимая, что с людьми нужно работать, работать качественно. Так вот, опять же, финализируя роль руководителя, который также проходит через кривую восприятие изменений, наверное, в первую очередь важно сказать, что нужно себя подготовить. Как? Чем быстрее вы пройдете через кривую восприятие сами, тем вы эффективнее начнете вести за собой людей. Здесь, в первую очередь, конечно, это уровень вашей информированности, понимания преимуществ. Если мы говорим про инновации в бэнкинге, мы говорим и про референс-визиты, и про ознакомление с лучшими практиками, посещение таких выставок, как здесь. И это все, что касается повышения своей осведомленности о том, какие лучшие практики есть и насколько они применимы для моей организации. Безусловно, это четкое видение, а четкое видение можно сформировать не только единолично, как мы уже проговаривали, среди вашей команды руководства, когда вы вместе обсуждаете, что действительно будет соответствовать стратегии вашего бизнеса и как правильно двигаться. Все, что касается вовлечения, это, безусловно, работа не единовременная, потому что изменение – это не единовременный процесс, не единовременный момент, это процесс долгосрочный, поэтому вовлечение – это то, что вы действительно регулярно оказываете внимание и проектной команде, и пользователям, тем самым вы действительно сопровождаете по всему жизненному циклу свой проект по внедрению инноваций. И, конечно же, обратная связь. Здесь тоже очень вопрос важный, потому что одно дело – повышать собственную информированность, а другое дело – помогать, помогать во внедрении и работать как единая команда. Часто внутри организации, мне очень понравилось, что говорил Алексей, есть разные совершенно стороны при внедрении тех или иных решений и у всех свои цели. Так вот, давая обратную связь, мы становимся единой командой, потому что мы поддерживаем друг друга и действительно начинаем приносить добавленную ценность в целом организации при внедрении. И внедрение идет более эффективно. Мне очень было приятно рассказать про этот подход. Я надеюсь, что, если будут вопросы, я буду рада ответить, собственно, в рамках перерыва. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.